Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован, я вас приветствую на канале Процветок. Томат является одним из любимых овощей у людей, которые выращивают в огороде овощи в личных подсобных хозяйствах на приусадебных участках. И, конечно же, мы очень многие увлекаемся различными сортами, различными способами посадки, различными блюдами из томатов, консервациями и так далее. И, конечно, очень хочется, чтобы наши труды, которые начались еще, может быть, в феврале с подготовки семян, выращивания рассады и так далее, не пропали даром. В ходе выращивания томатов мы сталкиваемся с множеством различных проблем, которые более простые, более сложные, но все требуют решения для обеспечения богатого урожая. Одной из проблем выращивания томата является отваливание, отламывание цветочков. Плоды не образуются. Особенно обидно, если вот такое явление обнаруживается на первых цветках кисти, когда томаты обычно на этих цветочках являются наиболее полноценными, потому что в них идет все питание, а для крупноплодных томатов бывает так, что в кисти вообще образуется один только крупный плод, а все остальные плоды уже слишком маленькие. Вот когда первый цветочек кисти, второй отваливаются, очень обидно мы теряем буквально 50% урожая этой кисти. Какие же могут быть причины? Конечно, это может быть инфекция. Скажем, серая гниль в том случае, если у вас теплица плохо проветривается. Но тогда это не только видно на цветочках, там серый налет какой-то, гнили, плесневение этих цветочков, бутонов происходит, особенно у крупноплодных томатов, когда цветки сросшиеся, крупные. Это видно и по остальным частям растений. Поэтому, устранив эту проблему, вы устраняете и проблему отсутствия завязывания плодов. Вторая проблема, которая может преследовать, это прочие заболевания, тот же кладоспариоз. То есть он не то, чтобы поражает непосредственно сами цветочки, в отличие от серой гнили, которая действительно заводится на самих цветках. Это просто общее ослабление растительного организма и обилие токсинов каких-то грибных, которые выделяются патогенными грибами в растениях, что не даёт нормально развиваться растениям. В этом случае, безусловно, нужно в первую очередь устранить вот эту первопричину, само заболевание. Также одной из причин является отсутствие нормального питания у растений. Но прежде всего вы увидите эти дефициты питания по листьям. А то, что цветочки отваливаются, это уже потом, когда этот дефицит питания невозможно пропустить по симптоматике на листьях. Соответственно, если вы увидели какую-то симптоматику, посмотрите наше видео, сравните с симптомами, которые у вас на листьях есть. Если вы увидите, что это дефицит определённого элемента питания, сделайте корневые или некорневые подкормки. У нас рекомендаций по этому поводу на канале очень много. Одной из наиболее распространённых причин в случае наличия здоровых растений, его цветочек всё равно не завязывается, завязь всё равно отваливается. Одной из таких важных причин является дефицит бора. На листьях как раз дефицит бора может и не проявляться в полной мере. Однако же он сказывается на том, что пыльца не прорастает на рыльце пестика. То есть, опыление прошло, всё хорошо, не прорастает на рыльце пестика. Поэтому обязательно нужно делать борные подкормки. У нас также есть видео на канале, как это сделать наиболее эффективно. Можно взять просто борную кислоту, 10 грамм, растворить в ведре воды и пролить, и опрыскать ваши растения. Но есть и более эффективные способы. Также одним из факторов отсутствия завязывания, а когда цветочек отваливается, это означает, что зависть не образовалась. Не образовалась зависть. Является жара в теплице. Пыльца стерилизуется, и ваша зависть отваливается. Не образуются плоды. Вот если у вас несколько причин, или вы не знаете, какая причина, вам, конечно же, нужно поддержать ваши растения разными способами. То есть, делать на всякий случай пушкой по воробьям и борные подкормки, и корневые подкормки разными элементами питания, микроэлементные подкормки. Всё вот это сделайте. И обеспечьте хорошее проветривание теплицы, чтобы не допускать слишком сильной жары здесь. Одним из способов устранения жары в теплице является полив стенок вашей теплицы водой, даже в дневное время. Таким образом, чтобы не допускать попадания капель влаги на листочки. Здесь формируется такой микроклимат, который становится благоприятным для опыления растений. Если вы их подёргаете немножечко, заодно повибрируете их, то в этом случае вы также увеличите завязываемость плодов. Таким образом, подход к этой проблеме, когда у вас завязи не образуются из-за нарушения опыления по разным причинам, будь то инфекция, недостаток питания или ещё что-то, она комплексная. Ну и, конечно, последним ударом по этой проблеме является использование гормональных препаратов на основе гиберелиновых кислот. Это препараты Бутон, завязь, используйте их по инструкции, у нас также есть видео с рекомендациями, как правильно это делать, потому что просто взять и опрыскать, это неправильно. Есть нюансы, поищите это видео у нас на канале и обратите, пожалуйста, на него внимание. Вот только при таком комплексном подходе вы избавитесь от этой проблемы, и у вас ваш урожай будет формироваться красивым и полноценным. Что ж, надеюсь, эти советы напомнят вам о том, что необходимо выполнить определённые мероприятия для обеспечения высокой продуктивности ваших томатов. На этом я прощаюсь с вами, до новых встреч!